привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и в нашей технической рубрике следующий пункт следующий ремонт мы чиним windlass это якорная лебедка оставайтесь с нами смотрите внимательно и в конце видео мы будем вам показывать тот прайс те цены которые обошлись ремонт и данного устройства здесь на мартынике это нужно для того чтобы вы понимали то сколько что стоит в каком регионе если вы планируете путешествовать так же как и мы с широкой географии погнали последний раз ее разбирал в таиланде я так понимаю что пришло время потому что она теряет немножко мощность нужно ее почистить ну и посмотреть что вообще с редуктором и со всем что там происходит и так как она разбирается очень просто берем шестигранник я его уже чуть предоткрутил вынимаем тут такая вот фигня такая гайка большая ну и сама лебедка но это та которая веревки тянуть откладываем далее а нужно открутить вот эти болтики и снять крышку которая закрывает вот это вот подачу цепи кстати вот увидите вот это вот это грязь плюс ржавчина и она отваливается с цепи вот видно здесь вот это значит что цепи уже настала задница но так как сейчас мы ее менять не будем а вот эта цепь которая с этой стороны у нас нормально мы просто поменяем вперед цепи и зад то есть мы когда будем вынимать якорь я все выведу и мы переставим зад наперед и будет у нас висеть еще на нормальной цепи то та часть которая сейчас на якоре в принципе еще живая но пора будет ее поменять там ближайшее время откручиваем это болт гнут и вообще непонятно чё так открутили откручиваем открутили все крышка снято теперь нужно открутить вот этот болтик но самое главное открутить вот эти два потому что тогда мы сможем снять вот эту бобину раз-два снято теперь нужно снять эту штуку дергиваем отсюда какая-то все надо чистить а вот это вот вот эта мохнатая это магнит и его надо будет поменять на другой у меня есть уже все купил видите вот это вот всю грязь какие-то окисы короче это все надо будет сейчас чистить взять щетку и все это посмывать так откручу осторожно пружинка и стопор на стопор роде чистый это все равно надо будет сейчас брать все чистить так это сейчас я буду все вымывать а потом вылезем вот сюда и я просто откручиваю всю эту систему вместе с блоком с коробкой передач с редуктором с мотором и снимаю электрические провода удобное место что ход ключа где-то наверное всего лишь 90 градусов и больше его не получается увеличить потому что оттуда захвата издалека нет еще вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть нужно просто запастись временем так 4 гайки открутить вот там вот видно а это как-то поудобнее немножко что быстрее отсюда спереди просто нету места потому что вы видите я сижу в ящике тут вообще даже повернуться не так вот возле носа его крутишь себе и все так так как любят у я в прошлый раз собрал правильно и все смазал правильно вы видите что когда я откручиваю последний болт он появляется зазор между самой лебедкой вот он а вообще она обычно здесь все так прилипшая а здесь так как смазано было правильно она просто сейчас падает вниз и также одевается закручиваешь она туда одевается спокойно вот увидите пин который держит ну вот собственно и все снято вынимаем наверх потекать надо будет на нас что-то здесь там уже не выглядит она целая думаю что проблема сама именно вот двигателя то на что стоит обратить внимание на тификации то есть это лебедка 12 вольтовая у нас 12 вольтовое бортовое питание и мощность один киловатт это quick можно найти все спецификации то есть короче детали если кому нужно киловаттный так снимаем дальше что у нас здесь здесь у нас нормально так делаем со всеми 1 2 3 это минус это плюс вверх это минус вниз и замыкаться либо вот так либо вот так откручиваем их все пока мотор не заведен здесь питания нет все это снято лебедь вводен контакты заизолированы и лежат себе спокойненько здесь эту штуку я сейчас сниму полностью нужно отковырять она здесь на сикафлексе поэтому берется просто плоская отвертка и начинается вот ведь она ходит немножко сейчас мы эту штуку отсюда себе и сковырнем это сенсор который не работает сальник вроде работает я думаю что мы раз уже разобрали надо будет поменять и так все в порядке привести немножко так теперь все снесено в кокпит это все разбирать и делать все это будем вот в удобном месте чтобы не загадить тик мы берем туалетную бумагу ким кардашьян и начинаем чистить чистить и еще раз чистить вот эти вот два блоки нам нужно открутить для того чтобы снять весь редуктор и разобрать полностью мотор на десяточку до десяточки ну и соответственно снимаем одной рукой так это удобно есть она просто у меня с прошлого раза была приклеена на сикафлексе все эта часть снята и и мы обслужим вот это очень важная штучка ее нужно не потерять тор вынимаем из пластмассового чехла о какая здесь грязище сюда вода попадает надо будет тогда следующий раз его брать и изолировать но это мы очистим и гальваника я вскрою это не проблема так едем дальше разбираем все начнем начнем наверное редуктор хотя нет двигателя начнем нужно открутить вот эти два болта и снять всю эту конструкцию так откручено снимаем пар короче это все сейчас надо будет почистить это не фатально просто нужно будет убрать эту ржавчину теперь разберем редуктор посмотрим здесь четыре болта вот раз два три четыре и их нужно будет просто открутить и так ой тут все нормально тут все чисто но верхний сальник вот этот который вот здесь надо будет поменять потому что когда переворачиваешь редуктор то здесь все нормально чистый почетничек не заблокирован не гудит в масле крутится сейчас я это масло салью залью туда потом нормального здесь обычная трансмиссион . ванночка с маслицем мая пойдет так берем вино савиньон блан начинаем его сюда лить вымывается хороший савиньон на самом деле это просто была бутылка я сюда налил обычный бензин его видно как она там все вымывается и становится чистенькая красивенькая савиньон я знал что плохого не будет вот это запах адский теперь так это берем это жижу и сливаем и так еще раз повторим несколько раз пока оттуда не вытечет все вот это вот ненужная нам начинаем разбирать шайба сальник весь в говне в каком-то непонятно с песком каким-то землей короче как вы видите судя по внешней части здесь было еще резинка в общем сальник все это и сейчас мы выковыриваем отсюда всю грязюку здесь вот такой вот съемник его надо будет открыть вытащить и вытащить второй сальник который внутренний вот его здесь видно видите он здесь ничего в принципе нормальный но вот уже здесь коррозия и трещина пошла то есть раз мы его уже разобрали скорее всего надо это все привести в полный порядок этого сальника у меня нет поэтому завтра его еще раз поеду и да куплю и кстати забыл сказать я когда зашел в магазин я думаю не поменять ли мне щетки ну так щетки здесь нормально и вот увидите они абсолютно целые я узнал сколько в магазине тут стоят щетки так вот комплект из четырех щеток фирменные под quick стоит 75 евро 75 евро карл 75 евро вы покупали по доллару что-то такое помнишь данного на маврики по доллару покупали а тут 75 евро это одна сотня американских долларов стоит 4 вот этого говна граффит на короче негодую но есть и плюсы местных ценах хоть тут и дорого но здесь есть все поэтому можно все это починить короче вот из этой штуки я только что вытащил шафт ось вот эту вот она на подшипнике подшипник тоже пойдет естественно под замену а здесь был такой адский сэндвич вот сальник вот он тут был сальник сальник держался такой вот штучкой потом на оси было вот такая штучка это вот она запрессованная там была вставлена ось запрессована еще сверху потом одет сальник и еще такой же большой штукой был запрессован то есть такой большущий сэндвич вот завтра мы купим новые подшипники и новые сальники под вот эту вот фигню и запрессуем это все в обратной последовательности будет она у нас рабочая нормально сегодня мы уже не соберем продолжаем нашу эпопею с ремонтом вот на что я хотел обратить внимание вот это вот часть от трансмиссии вот вы видите как изъедена сама структура металла вот это все я сейчас возьму и залью эпоксидкой то есть у нас для этого уже сальники есть сейчас на эпоксидкой заровняем и будет все красиво этого можно не делать там снаружи ничего не торчит но если есть возможность это исправить почему бы это не исправить туда все щели видно наверно что-то потому такое все по кругу обтекаемое это на самом деле имеет исключительно косметический эффект потому что там рабочей поверхности нет и просто идет вал это просто дырка свободно поэтому ничего страшного если даже она там будет изъедена не произойдет но пускай будет все сделано по правилам и красиво а далее мы просто берем вот так вот вставляем одну штуку в другую вот это место туда мы сейчас запрессуем сальник а пока скрутим зальем это все маслом короче я поехал в магазин покупать сальники сальники стоят по 14 евро нам их нужно три штуки сальники я купил и еще я купил совершенно случайно на барахолке зашел в магазин который отвечает за барахло и купил бушный мотор но прикол в том этот мотор 17 киловатта теперь мы можем еще и буксировать кого-то на наши якорные лебедки если у нас раньше она была киловатт на эту сейчас у нас 17 поэтому мы будем бессмертными поэтому осталось собрать редуктор для редуктора нас и есть ставим моторчик и будем о-хо-хо карибы тихий океан это все якорные стоянки поэтому мы будем подготовлены и вообще тюнинг и вставляем его так равномерно одеваем и прижимаем сальник я поставил так как здесь трущихся детали нету я взял и замазал гризом о вспомнил солидол вот такой плотной смазкой для того чтобы даже если где-то были трещины чтобы внутрь не выпадала вода но это все равно внутренняя часть потому что сверху над вот этой системой стоит еще одна то есть там еще два сальника подшипник поэтому сюда скорее всего ничего попадать не будет но тем не менее чтобы избежать пытаемся законсервировать эту систему максимально эффективно теперь откручиваем вот эту пробку и сюда заливаем полного масла масло у нас трансмиссионная как раз для вот таких вот крутящихся осей вот видно аксел написано это как раз вот она для там где есть и крутящиеся ось это вот как раз трансмиссионное масло именно для этих целей вот теперь берем и вот сюда тихонечко 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 начинаем масло наливать получилось вот такая вот красивая глянцевая штука и главное что все вот эти раковины которые образовались они уже нам не мешают начинаем собирать позиции с эпоксидкой я хочу вот эти вот все раковины вскрыть это же сделать это все ровным сюда просто не набивалась грязь нас здесь чем больше грязи тем хуже потом она вращается и сюда набивается внутрь вот она как вот сейчас застынет и будет такое ровное глянцевое блестящее вуаля вы помните мой любимый пластилин из которого я делал антенну wi-fi усилителя вот я из него вылепил вот этот бортик который здесь был полностью уже разрушен потому что его разъела коррозия для того чтобы проверить насколько он тут хорошо вот эта часть это та которая вот здесь будет стоять мы его вот так прикладываем и если она здесь даже там имеет небольшие зазоры там около миллиметра если она даже здесь и будет ничего страшного потому что она в себе сотрется и здесь вот лишнее уберется вот увидите и будет абсолютно нормально теперь дальше ставим датчик датчик работает очень просто то есть сейчас покажу как датчиком просто вставляем так то утапливается потом я аккуратненько постучу его молоточком и здесь она будет стоять ровно то есть он в изоляции идет сверху на датчике вот здесь вот крутится такой барабан который уже мотает цепь и в нем магнитик который я высверливал и он проходя сверху над датчиком он его закорачивает в приборе выставляется длина полного оборота цепи там допустим 40 сантиметров и он каждый оборот считает 40 сантиметров 40 сантиметров и показывает расход то есть этот удачек нужен исключительно для того чтобы показывать расход цепи у нас что нужно сделать у нас же у нас же изначально не работал счетчик цепи то есть это одна из причин по которой мы это разбираем так как время комплекте идет новый магнит я хочу старый поменять только как от его отсюда выковырить я вообще не понимаю все как-то надо туда он был конечно здесь полностью покрыт сика флексом вот я сможете отсюда выковырю и он каким-то мистическим образом идет непонятно вот этот сенсор который будет считать витки они называются в системе джипси лук это значит замкнутый круг естественно он сюда не вставляется но надо будет там рассверлить может быть и пассивка попала короче после долгих мучений я продал отвертку выбил это же магнит он же крошится единственно что конечно это получилось не сильно просто но магнит выбился поэтому сейчас сюда мы будем вставлять другой магнит зеленого эпокси дачкой или силикончиком и сделаем в один ровень с поверхностью будет красота короче эта штука сюда естественно не входит поэтому надо будет эту дырку рассверлить немножко более крупным магнит естественно туда нужно сделать и просто немножечко глубже поэтому будем рассверливать оставляем уплотнительную резиночку аккуратненько далее у нас есть уплотнительная резиночка вот она одевается вот сюда на мотор вот здесь есть как раз две дырочки раз два ну вот одета затягиваем гаечки у нас есть два подшипника которые чуть чуть уже чем тот который оригинальный у нас был то есть вот это оригинальный который ушатанный так как здесь ширина нам позволяет мы сюда сможем одеть два берем молоточек и аккуратненько подшипники сюда настукиваем вот вставили подшипники одели его заблокировали всунули вот сюда вот в эту нишу которую нам нужно теперь мы блокируем эти два подшипника вот таким кольцом сюда идет вот эта штука стороной с магнитом вниз здесь есть это одета забит вот этот гриз сюда здесь все тоже смазано можете посмотреть как оно легко крутится ну в общем вот так оно и должно быть все эта часть собрана вот так все крутится нормально работает теперь сюда закручиваем вот эту часть собираем вот эту собираем здесь все работает в целом да теперь можно будет ставить видите как здесь хорошо все отмылось ортофосфорной кислотой и теперь наша задача прицепить туда windlass вот эту вот верхнюю часть и промазав все силиконом в данном случае сикафлексом мы ее сюда прилепим чтобы туда не попадала вода когда она будет стекать с ржавой цепи посмотрите какая у нас тут брутальность цепь на утке вот это крутяк вот теперь нам не надо сейчас ставить аккуратно вот все провода туда и запихнуть ее просто туда это готово теперь одеваем вот такую крышку прикручиваем ее на четырех саморезах готова теперь туда и собираем так раз два три 4 5 начинаем подключать вот это вот это сенсор якорной лебедки вот от него проводочки и сейчас нам вот это все нужно собрать так как здесь коротко мы сделаем удлинитель поехали контакт клинер чтобы контакт был лучше далее у меня есть вот такие вот коннекторы вот они сюда надеваются заплавляем это красненько это клей он оплавляется и все и туда герметичный контакт и ничего больше не попадает далее тут все в термоусадки и вот эту часть также мы сейчас запакуем в термоусадку ну это одеваем обратно здесь очень важный момент здесь уже у нас стоит датчик поэтому датчик нужно было провести вот в дырочку его видно мы его провели сюда и сейчас здесь промазываем силиконом существенника срань не попадала и болтами прижимаем мы сейчас отдел мотор в ту сторону чтобы здесь освободить побольше места вот где-то так оно и будет шитом не крутится непонятно короче помните я показывал когда мы собрали полностью windows что он работал в одну сторону нормально работать другую нет короче разобрал мотор это надо будет сейчас исправить цепной ящик тоже вымыт тоже ортофосфорной кислотой насколько это было возможно вся грязь отсюда удалена ну давайте проверять работу лебедки берем пульт и поехали отлично все работает мы собрали мотор и щетки поставили новое вы видели там порванный провод который был подпаян одеваем все собираем одна из задач почему мы начали разбирать лебедку было нерабочий датчик так как датчик установлен я его уже проверил проверяем down короче собрана лебедка проверяем но у сенсор вы видели как это работает это что он пишет но у сенсор анекдот на эту тему приходит ветеринар к врачу никогда у врачей не был садиться и врач его спрашивает говорит на что жалуетесь он такой начинают улыбаться и такой у вас так все просто так вот разобрал рундук и причина полезли покажу короче вы видите вот эту вот колодку вот и вот маленькие проводочки вот это проводочек который идет к сенсору вот он из этой колодки вывалился и сейчас я его запихну обратно и есть шанс того что сенсор таки заработает надо проверять ну все вот теперь вот эту вот часть мы собрали вот проводочки торчат идем проверяем если все будет успешно значит потом потянем это кверху хомутами и все так проверяем для того что проверить аккорную лебедку нужно сначала запустить мотор ждем поехали вниз считает ну обнуляем сейчас как то так сделать надо чтобы лучше было видно counter reset yes выход 0 все работает друзья спасибо за то что смотрите нас мы и впредь будем развивать нашу рубрику показывать какие-то интересные моменты и хитрости связанные с ремонтом и жизнью на яхте оставайтесь с нами не забывайте ставить лайки и до встречи в море а 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 Субтитры создавал DimaTorzok